Сука! Блядь! Нахуй! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот тот свет, который сзади светит, он не подключен к электричеству, он напрямую подключен к моей заднице. И поэтому в комнате так светло. Потому что, как вы можете догадаться, мы выпустили Японию, и та же самая херня, что и с Детройтом, у нас ограниченная монетизация. Помните, в предыдущем ролике я разгонял, что, типа... Точнее, шутил, что кто-нибудь, кого-нибудь здесь обязательно трахнет, но не ожидали, что трахнут нас. Типа, и мы выкладываем ролик, и Ютуб такой, пошли вы, нахуй! Обида, блядь. Притом, непонятно, типа, ну... Для тех, кто не понимает, что происходит. Хотя, скорее всего, здесь очень мало таких людей, кто не понимает, что происходит. Когда ты выкладываешь какой-то ролик, у тебя есть, как бы, несколько путей. Либо все хорошо, и монетизация работает, все нормально, ролик попадает во все алгоритмы, расходится по рекомендациям, показывается подписчикам, тра-ля-ля. Либо Ютуб почему-то думает, что в твоем контенте может быть материал, или каким-то образом название, или превьюшка, не соответствует его представлениям об идеальном контенте. И... Сап, что-то такое, что очень много компаний, типа, крупных, кто закупает большую рекламу у Ютуба, в свое время подавали в суд на Ютуб, что он их рекламу откручивал на каких-нибудь жестких роликах, там, типа, там, с убийствами людей и прочего-прочего. И поэтому они теперь очень жестко, типа, следят за тем, чтобы ролик был весь белый, пушистый, там, пони, как или радугой, вот это все, типа, и только в этом ролике можно, типа, показывать рекламу. И третий путь, типа, совсем печальный, когда тебе, у тебя отрубается монетизация полностью, тебе вешается 18+, и ролик можно найти только по ссылке, типа, или зайдя на канал. И тема тут не в том, что мы такие, блядь, нам не капнет лишних 300 долларов с монетизацией этого ролика. Нет. Дело в том, что когда ограничивается ролик, он ограничивается по охватам сразу. Как у нас это было с Детройтом? Мы сейчас вот этот ролик пишем в один дубль, без монтажа, мы ничего подкидывать не будем, просто верьте на слово, короче. Когда мы выпустили Детройт, была точно такая же ситуация, что, типа, нам прилетает ограничение монетизации, ограничение всего, а это значит, что, типа, ты в тренды не выйдешь. Если выйдешь, что в какие-нибудь, там, типа, сороковые места, большей части аудитории тебя не покажет в рекомендациях, и, типа, только вот, ну, наша, там, какая-то активность может как-то, каким-то образом толкать видос. Мы отползли до 300 тысяч просмотров для суперсреднего показателя моего канала, типа, это очень средний, даже ниже среднего. Потом, на протяжении месяца, мы, короче, боролись с этого, или двух, я уж не помню, типа, сколько там мы там с ним боролись, они в итоге, чтобы понять вообще, в чем проблема-то, в чем причина, мы сначала думали, что там, типа, в Уклуксклане, либо там, в бомбардировках каких-нибудь, но это вроде исторические кадры, плюс там, часть материала была использована театрального, типа, непонятно. И, через полтора месяца, или там, через какое-то время, все-таки нам приходит ответ, что, типа, чуваки, у вас там, типа, в кадре траву курят. Мы такие, блин, типа, там есть кадры, где хиппи, типа, курит траву. И нам монетизацию вернули. И после того, как мы вернули монетизацию, просмотры у ролика поползли вверх, несмотря на то, что он полтора месяца уже валялся на канале. А первые, там, сутки публикации ролика, они самые важные. Вот, вот, это они самые важные. Типа, если ролик не стреляет сразу, вероятность, что он потом хоть что-то там начнет добирать, просто мизерная. И вот с Японией то же самое. Притом, мы такие, ну, помня, помня, что, типа, может быть такая хуйня, загружаем заранее видос, за день до этого мы его рендерили, там, в черновом качестве. Сегодня закинули чистовую версию, все окей. Оформили название, превьюшки, теги, описания, все окей. Ждем какое-то время, ничего не происходит, я такой, ну все, можно публиковать. Публикация, и через 2 минуты нам срезают монетизацию. И на самом деле, ну типа, мы тут виноваты это, в том числе, потому что я не только тут такой, что вот, YouTube дебилы и так далее, мы сами тоже молодцы, потому что у нас, типа, есть рекламная вставка в ролике, у нас есть обязательство перед рекламодателем выпустить в конкретный дедлайн, и мы, естественно, все делали в последний день. Ну типа, когда ты делаешь большой, то есть мы, короче, Японию фигачили, сколько, месяц, наверное, последний? Ну вот так, что прям усиленно. Типа, 2-3 недели, 2 недели, по сути, это да, это просто, майки, ну погоди, мы записывали еще саму Японию, мы начали писать ее, когда? Мы начали писать ее, недели 3 назад точно. Момент записи? Мы точно начали писать ее в марте, точно еще до самоизоляции, до всей этой херни, мы ее начали писать, именно первые дубли записывать, мои текстовые, типа. Мы разгонялись просто, а это постепенно. Да. Это в чем того, что до этого был написан сценарий, типа, я вот 4 или 5 месяцев писал, и мы уже вот плотно, месяц, прям типа, каждый день, фултайм работали над роликом. И так всегда работает, в любой творческой фигне, что вот у тебя дедлайн, и ты всегда вот ровно, типа, дедлайн в дедлайн. Несмотря на то, что ты предыдущий месяц, типа, пахал как вкопанный, ой, как вкопанный, фига мне выражение, типа, по идее, я не знаю, как это работает. Но, и по идее, что должны были бы мы сделать, это после того, как вот этот ролик, типа, появился на канале, и с него срезали монетизацию, мы должны были его, по идее, удалить, или закрыть к нему доступ. И пока не разберемся с монетизацией, не открывать к нему дальше доступ. Но так у нас обязательства перед рекламодателем, мы так не можем сделать. Обида. Притом, обидно даже не столько, типа, что видно, короче, вашу реакцию, вот мы буквально, вот мы этот ролик пишем, и опять же, с горячей задницей пишем его, ну сколько, часа три прошло с момента публикации ролика. Видно вашу реакцию, у меня никогда не было так много реплаев в инстаграме, типа, у нас там, ну, статистики по именно лайкам, по комментам просто шкалят, типа, вы ждали этот ролик, мы долго над ним работали, типа, он реально классный. И вы сейчас вот везде его будете раскидывать, и скорее всего, всеми суммарными действиями мы сможем ему обеспечить просто обычную, стандартную, рядовую динамику нашего обычного обзора, который снимается, типа, снимается сзади и монтируется за три. Мы уже, конечно, типа, в партнерку закинули, все там, все будет решать, но мы все равно, скорее всего, уже просрали тренды, мы, скорее всего, уже просрали первую волну, самую важную. А потом потихонечку, вот Детройт там сейчас добирает там по-своей там, какие-то, потихоньку, и примерно так же, скорее всего, и будет жить Япония. И самая большая здесь проблема не в том, что, что вот сейчас там, типа, там просмотры, или что, не, проблема в том, что очень сложно потом садиться за материал, за следующий. То есть, я помню, что после выпуска Детройта, пока мы месяц, короче, с этим разбирались, во-первых, я всеми силами поддерживал команду, чтобы, типа, потому что я, что-то, не один, как бы, тут много народу работает, и всем грустно. Было очень сложно, короче, сесть за эпоху, вот прям сложно, вот я прям, я прям две недели такой, типа, ходил, ходил, типа, и прям вот сложно, блин, потому что не совсем понимаешь нахрена. Вот такие, блять, мысли. С этим ничего делать не нужно. Ну, то есть, это просто, ну, типа, побомбить, просто расслабить пучло, хоть немного. Следующий исторический ролик будет, не переживайте, мы будем их снимать. Я уже даже придумал, про какую страну. Точнее, у меня был выбор, типа, писать про то, писать про это, писать про это, но сегодня с утра я придумал персонажа. Сейчас мы закончим, я тебе скажу, что я придумал. Блять, не давай никаких обещаний. Я никаких обещаний не даю, все, я ничего не говорю. Никаких хэштегов, типа, где и что-то там еще, нет. Но давайте, короче, попробуем хоть что-то сделать. Кидайте, не знаю, сторисы, я буду сейчас репостить, хотя там уже больше, там более, там уже сотня, или там две, типа, реклайов, сторис. надо, надо хэштег, типа, запустить, вы должны увидеть Стасяо. Обидно, что Стасяо мир не увидит, блин. А он же охуенный. Кто досмотрел доставки с Хиросимой? Ой, бля. Вы бы знали, как у нас была, во-первых, истерика на съемочной площадке, потом, когда мы посмотрели материал, потом, когда мы раскидали его в основной материал и увидели, как он работает, типа, ну, серьезно, бля, у нас, мы, у нас дней 5 было истерики, мне было больно физически, короче. А сейчас я придумал еще более кекистного персонажа. Самое главное, чтобы не получилось, типа, на следующем ролике, чтобы кекистного персонажа было больше, чем нормального, полезного, текста, блин. Короче, грусть, печаль, тоска, уныние, но а хули делать? Рады работать для вас. Что еще могу сказать? Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши репосты, за ваши комменты, все для вас. Ну и нам, конечно, весело очень, потому что, на какой еще, блядь, работе, ты будешь стоять в халате, накрашенный, блядь, с усами, нахуй, с кляпом во рту, орать Хиросима. Где еще есть такая работа? Мама прости. Да, мам, прости. А что там еще было, мам, прости? Вот была, у нас был, короче, вставка с кляпом. Космополит. А, бля, космополит он. Ты не дошел доставки с кляпом? Ой, бля, пишите еще, типа, какие вам кики со стояло, больше всего зашли. Мой любимый, точнее, мои любимые, это, переименовывается в Nissan, просто, бля, это идеальное говно, которое работает, вот, типа, вот мы сколько не пересматривали, работает. Хиросима. А, ну и, бля, анал, 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 бля, идеальная херня. Все, полегче, выдохнули, сейчас отдохнем, пойдем работать, хули делать. Увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok